Музыка 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 Руководит монреальским симфоническим оркестром выдающийся американский дирижер Кент Нагана, неустанно отстаивающий классическую музыку и ее место в нашей жизни, считая ее очень важной и необходимой для человечества. Музыка образование, изучая таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах. Причем речь идет не только о музыкальных навыках, а еще и о манере думать, смотреть на мир, способности овладеть абстрактным мышлением и превратить ее в долгосрочную перспективу на будущее. Без этих способностей возникает вопрос, а чего мы можем ожидать? Такие опасения разделяет и Джек Даймонд, архитектор, который спроектировал симфонический дом. Главные линии его проекта четко видны. Я хотел, чтобы это здание выходило на улицу, поэтому мы развернули туда фасад. Здесь есть присутствие улицы, и для меня это важно. Это часть его городского характера. Почему люди ходят на концерты? Это коллективное общественное мероприятие. Именно это публичное измерение позволяет архитектуре от простого строительства перейти к более высоким целям. Видеть, когда люди собираются, сделать стены прозрачными. Когда вы чего-то не знаете, это всегда выглядит немного страшно. Но когда вы видите, что люди внутри хорошо проводят время, вы говорите себе, я тоже мог бы быть там. Так что я думаю, что прозрачность безусловно вносит свой вклад в успех культурных учреждений. Мы попросили городские власти и правительство, чтобы этот зал создавался не только для оркестра, давая ему возможность развиваться, но и для Монреаля, чтобы он стал его знаковым домом. Он частично чувствует себя местом встреч горожан, в котором людей объединяет музыка, чувства, отношения, опыт, эстетика. Я люблю выступать здесь с самого раннего возраста. Возможность общаться с публикой, делиться с ней великой музыкой, которую я люблю, это то, что меня действительно сюда влечет. Спасибо. 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 Спасибо.